Всем привет! Меня зовут Ася Александра и я в этом видео решила уже познакомиться с вами, представить перед вами во всей красе и рассказать уже своими словами, что я под укладом из своих видео. Прежде всего это рисунки. Мы уже сами поняли, что я очень люблю рисовать. Я рисую и для себя, и когда меня просят, допустим, чисто какая-то помощь что-то нарисовать, хотя бы своему младшему брать иколу на вашнее задание выполнить, рисовать какой-то рисунок на конкурс. Ну вот, что еще? Да, рисую для себя. Рисую эскизы для татуировок. Для мехенди. Для татуировки вы видели рисунок в последнем видео. Там была птица. Эта птица называется Сапсан. Интересное название, да? То есть, когда водишь поисковики Сапсан, сразу появляются там вот эти вот транспорты, вот эти быстрые электрички. А есть птица такая Сапсан. Вот. Ну, нарисовала, да, нарисовала. Со змеей. Вот. Это эскиз для татуировки. Также есть эскиз для мехенди. Вы тоже видели в видео. Там все-таки площадь. Там просто в основном контур. Закрашивается только отдельной области. Мехенди довольно недавно обреклась этим видом искусства. Довольно интересная на самом деле. Нехенди – это роспись на теле. Возникла уже довольно давно этот вид искусства. В основном, да, в Африке, прежде всего. Ну, точно, как многие считают, что выйти на самом деле задолго до этого, он еще и в Африке возник. Этот вид рисования. И там не просто были узоры на теле. Все эти росписи имели определенное значение. Конечно же, в основном людей расписывали перед брачной церемонией. Невесты расписывали. Им рисовали хновик, узоры на теле. И, бывало, что даже узорчики заносили имя жениха. И пока жених не найдет свое имя в этом узоре, то есть какое-то скрытое имя его, то считала, что он работает несчастливым, на самом деле. И это было плохое предзнаменование. Также, чем дольше держалась хна у невесты, тем было лучше. То есть считала, что она будет любимой женой, все будет хорошо. Но в Мехенде роспись на теле, то есть все знаки держатся долго, значит, все, семье будет некополучно. Нарисовали, конечно же, натуральный хно. Никакого цветных хна не было в помине. Только натуральный. Такая греченая, землистая хна держалась недолго. Вот. Ее постоянно рисунки обмудавляли, либо рисовали, чтобы новое. То есть девушки ходили вообще расписанные. Соответственно, это сейчас очень много хны. Цветная всякая, белая, и малиновая, и мурмалиновая. Никакой только нет. Но самое лучшее это именно натуральный. Сейчас очень многие пользуются черной хной. Вот цветная хна не такая менее временная, а черная хна на самом деле считается очень опасной, потому что у многих людей она вызывает аллергические реакции. Вот. То есть краситель этой хны проникает под кожу и, возможно, даже нарушится чуть ли там не работа внутренних органов. То есть настолько эта хна опасная. Поэтому, если она нормальная, вам не вредит, все равно вам лучше ей не увлекаться. Лучше все-таки натуральная хна. Ну, держаться она дольше, будет ясно. То есть в своих видео я буду укладывать, как я рисую эскизы для мехендий. Соответственно, когда люди будут приходить ко мне или на себе самой, я буду рисовать хной. Тоже всякие узоры. Придумывать свои эскизы, рисовать чужую эскизы. Придумывать что-то свое, то есть совершенствоваться в этом виде. А что в плане рисования? Ну, рисовать обычно люблю, да, для себя на листах А4 или просто в тетрадке что-то нарисовать. Вот. В основном, в животных. Я художник-анималист, по большей части. Лучше люблю рисовать карандашом. То есть рисовать каждую шерстиночку, каждый волосик, каждые носики там у зверюшек, каждый перышко люблю рисовать. Вот. То есть это в основном карандашом. Применяю также фломастер. Соответственно, чтобы рисунок был ярче. Очень люблю черно-белые рисунки, чтобы тени, были оттенки. Вот это вот все видно. То есть тоже довольно рисовать тяжело это, но если ты научишься, получается очень красиво. Ну, красками тоже люблю рисовать, конечно же. Особенно, когда раз закрашу какие-то большие области на картине, вообще краски самое то. Ну, люблю читать очень. Очень люблю рисовать. Очень люблю читать в основном истории, зарубежные романы. Вот. Очень люблю читать такие книги, в которых связаны с зарубежной историей и романом. То есть, например, Генриха Восьмого и его жены. Жены-любовьи. То есть это зарубежный роман, где написана вся история, ну, вся история Англии во время правления Генриха. Вот. То, как его, там, увеличали король Генриха. Где-то он считался, где-то его считали исчезным кровожадным, где-то его считали справедливым королем, замечательным королем. То есть очень много разных взглядов. Вот. И вся его связь с женой. Сначала одна, потом вторая. И тоже у каждой женщины своя история. Каждая женщина прославилась по-своему. То есть кто-то считает, например, ту же самую Англию. Кто-то считает ее стервой. А кто-то считает, что на самом деле была нормальная, красивая женщина, очень умная, очень хитрая. Но вот так получилось, что ее клеветали, и на самом деле она не виновата. То есть тоже очень много разных взглядов. И это все очень восхищает, впечатляет. И все вот эти книги также меня вдохновляют на написание стихов. То есть я прочитаю книгу, мне сразу же хочется написать какой-то стих. Стихотворение про какую-то известную личность историю. Историю России тоже, блин, она не так сильно, как в зарубежную сторону. Люблю читать психологические романы тоже, которые учат полезному, учат жизнь. Люблю танцевать. Танцую танец живота на самом деле уже очень давно. Думаю о том, может быть, в своих видео буду выкладывать этапы облучения танцу живота, там всякие приемы, всякие красивые движения, которые очень необходимы в танце живота. И вообще замечательный, на самом деле, танец, потому что все эти движения, они используются не только в восточном танце, но и в современных тоже танцах. То есть ты, если умеешь танцевать этот танец, тебе есть чем отличиться, грубо говоря, на дискотеке. То есть там все танцуют определенные движения, и ты взял, вот ты и выпендрился, станцевал, чтобы такое, что умеешь только ты. То есть тоже, на самом деле, очень классный танец. Но я сейчас, в основном, танцую только для себя. Вообще я постоянно где-то уступала. А сейчас уже так. По большей части я занимаюсь уже поэзией и салоном. Вот. Писать, рисовать я люблю под музыку. Очень музыка у меня вдохновляет, конечно же. Это из фильмов какая-то музыка, в основном из исторических. И рок. Очень люблю слушать рок. Люблю Рамштайн. Виталику люблю. Вот. Блинками за Хоризон. Ну, то есть много групп, которые, конечно, мне нравятся. Ну, Рамштайн, я вообще, конечно, больше всего уважен. Книстрата, да. Ихние песни очень вдохновляют мне на творчество. Вот. Ну, собственно, что еще? Могу зачитать вам одно из своих стихотворений, которое у меня сейчас вот в голове крутится. Оно называется «Девочка воздуха». В этом стихотворении я описываю то, как вижу каждую воздушную девочку. Немножко в этом стихотворении я имел в виду себя, потому что я близнец. Это очень воздушный знак. И вообще все девочки, ну, девочки, мальчики, которые родились под воздушными знаками, довольно очень тяжелые существа, очень тяжелое свидание. С ними очень трудно найти рад, и их бывает довольно, да, трудно понять. В моем представлении «Воздушная девочка» именно такая, как я ее описала. Нистовая, капризная, легкая, наивная, чуткая, тонкая, Добрая, бесконечно нежная, девочка воздуха безбрежная. Словно пух она порхает, вдыхает жизнь и взлетает. Обиды сквозь себя пропустит, если на ныто мечту отпустит. Вино ощущает так колко, и вечной совести ранит иголка. И она первый мир вдохнет, лишь прощенный жить начнет. Девочка воздуха страстно любит, она свою любовь не погубит. Она согнется и разразится гром. Но не предаст она очаг любви и дом. Она так эмоциональна. То смеется, то смотрит печально. Воздух то расслаблен, то сжат. И не знаешь, как найти стимулат. Душистая, мягкая и верная. То слабая, то в силе безмерная. То потерянная, то меткая стрелочка. Каждая воздушная девочка. То есть, в моем представлении, да. Воздушные девочки. Есть, конечно, огненные знаки, да. Водяные знаки, водолеи, тельцы. Тоже, на самом деле, вот эта вот тема. Тема космоса и тема знаков зодиака тоже очень мне нравится. То есть, какие люди рождаются. И не смотря на то, что ты родился под знаком астралица. Астралицы вот именно такие. Как вот их описывает знак зодиака. Человек действительно рождается именно такой. Ну, по большей части. И это очень любопытно. Тоже, вот как вот такой человечество определил, что именно такие люди, именно рождаются под такими знаками, будут именно такими, какими их описал. Довольно необычно. Вот. Ну, собственно говоря, все, что я вам хотела сказать в этом видео. Именно рассказать своими словами, что я буду выкладывать. Вот. А так, те, кто на меня подписался, те, кто на меня подписался, те, кто на меня интересно смотреть. Ждите моих дальнейших видео с рисунками, стихами. Возможно, у вас будут какие-то предложения. Будут ко мне какие-то вопросы там. Что меня интересует еще в какой-то отрасли, области. Я готова на все ответить. Поскольку я новичок. Я только недавно начала действительно снимать видео на YouTube. Мне на самом деле будет очень интересно увидеть ваши мнения, ваши советы, ваши вопросы ко мне. Вот так. До скорой встречи.